Защищенный и привлекательный, яркий и харизматичный, но все это только оболочка. Какой же F-150 Air 1 Pro внутри? Сейчас и разберемся. Ведь помимо плюсов, я здесь нашел и несколько досадных для меня минусов. Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре F-150, или как его правильно называть, F-150 Air 1 Pro. Смартфон я заказал себе специально с Алика вот в таком вот цвете, называется он Mapple, и я думал, что вживую он будет немножко ярче, немножко интереснее, но это обычный оранжевый цвет, вживую. Опять же, интересная задняя вставка, именно она привлекла. Это первый смартфон компании с таким вот дизайном, после него уже несколько моделей тоже были анонсированы, так что скоро они тоже будут на обзоре. Давайте разберемся вкратце по дизайну. Задняя панель у нас это пластик, торцы у нас металлические, углы резиновые, и сверху вот здесь тоже резина, снизу тоже резина. Толщина корпуса здесь действительно минимальная, в руке смартфон сидит просто идеально. Толщина корпуса здесь составляет всего лишь 11,3 мм, причем смартфон имеет вес 272 грамма, то есть вы понимаете, да, его габариты. Смартфон действительно удобен, хоть я не могу полностью сжать руку, но фишка в том, что он очень тонкий, и одной рукой им пользоваться будет удобно. Камера здесь находится прямо в дисплее, если говорить про фронталку. Что касается задней панели, то здесь целых три камеры, здесь у нас датчики инфракрасной подсветки, здесь у нас три вспышки. В общем, красиво, реально очень красиво все сделали, но немножко в смартфоне меня разочаровала камера, о ней мы позже поговорим. Сейчас давайте начнем, наверное, с железа. В этом смартфоне у нас установлено 6 гигабайт оперативки, 128 постоянной памяти, аккумулятор всего лишь на 5000 мАч, именно поэтому корпус такой тонкий. Ну и работает это все у нас на операционной системе Android 12. Процессор Helio P35. Это довольно старый процессор, который не сильно-то и отличается какой-то производительностью или чем-то таким. Нет, абсолютно обычный процессор, который ничего особо вам не покажет в реальной жизни. Смартфон нагревается, но не до критичных температур. Стресс-тест говорит о том, что со временем смартфон уже через 5-7 минут начинает терять свою производительность из-за того, что появляется троттлинг. То есть процессор P35, он скидывает частоты, он не может максимально часто постоянно держать высокие частоты. Да и в целом, если говорить про холодное состояние процессора, поиграть в игрушки современные на нем не сильно-то и приятно будет. Я вам чуть позже покажу девятый асфальт. Он работает не так, чтобы уж сильно плавно, даже на минималках. А так, из приятных плюшек, это конечно же у нас NFC, беспроводной зарядки у нас не имеется. Имеется режим подводной съемки, режим суперсбережения энергии, но с учетом того, что батарейка на 5000 мАч и то, что она проработала у меня всего лишь в районе 7,5 часов в режиме просмотра видео, ну это мало. Это действительно очень мало. Ну а вот вам для наглядности асфальт девятый, чтобы вы поняли, как на минималках эта игра идет. Я не скажу, что прям сильно плавно, здесь реально есть рывки, реально есть подтормаживания, но играть не слишком комфортно. Я думаю, вы заметили, что картинка здесь не сильно уж и плавная. Но в игрушки попроще, конечно, играть можно. Дисплей данного смартфона имеет диагональ 6,5 дюймов. Это Full HD Plus разрешение и вот по поводу дисплея у меня особых претензий как раз таки и нет. Экран здесь хороший, максимальная яркость здесь не самая высокая, но она на уровне выше среднего уж точно. Есть смартфоны, которые имеют реально заметно хуже яркость. В этом плане не скажу, что на улице прям сильно удобно им пользоваться. Скажем так, это можно даже сказать компромиссный. Если вам сильно надо что-то увидеть на солнце, то придется вам телефон поближе к глазам все-таки подносить. Но в целом для обычной работы хватает. Углы обзора здесь неплохие. Сама матрица IPS имеет распознавание до 10 одновременных касаний. То есть в принципе удобно пользоваться, все быстро реагирует, отвечает на ваши запросы. Здесь вопросов нет. Единственное, что есть вопросы по производительности, потому что даже выпадающая шторка меню может подтормознуть, как и при листывании меню. Вот такое иногда случается. И в целом ценообразование данного смартфона состоит не только из процессора, но и из того, что здесь очень много памяти и здесь есть ночная съемка. Именно поэтому смартфон все-таки не стоит 110 долларов, как конкуренты с такими же процессорами, а стоит 150-160 долларов на Алишке. Ну и непосредственно камера. Камера имеет разрешение у нас 48 мегапикселей. Давайте я сразу покажу вам режимы съемки. Есть фото, есть видео. В режиме еще можете посмотреть, что у нас еще есть. Хорошо, что есть панорама, кстати, потому что во многих до сих пор ее нет. Ночное видение. Тот самый режим. И сразу два плюса. Это то, что можно включать самостоятельно или отключать вот эту самую ночную съемку, по вашему желанию. И можно, кстати, здесь использовать автофокусировку. То есть по поводу ночной съемки здесь вопросов нет. Снимает отлично. Производитель заявляет, что до 20 метров как бы все видно. Но по факту для более-менее четкой фотки надо 2-3 метра максимум. Что касается настроек фото, давайте я их вам продемонстрирую. Тут, в принципе, одинаковые настройки для фото и для видео. Я не нашел, где выбрать разрешение фото. Это у нас общие настройки для всех режимов. Видео у нас снимается в разрешении, конечно же, 1080p. И, кстати, мне не понравилось, как снимается видео. Фото тоже очень посредственные. Как раз-таки для смартфонов стоимостью 120-130 долларов, но не более того. Давайте прямо сейчас примеры фото-видео вы посмотрите и сами все оцените. Ну что, давайте запишем видео на Air 1 Pro от компании F-150. Посмотрим, как он снимает. Фокусировка какие-то явно у него проблемы. Экспозиция меняется немножко дерганно, но не так, чтобы прям уж сильно. Так, проходочка. Фокусировка какие-то явно у него. Фокусировка. 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 Вообще, F-150 Air 1 Pro это защищенный смартфон, который, вот, наверное, прежде всего делали ставку все-таки на дизайн Вот я из-за этого и заказал его на Алишке, потому что мне было интересно вживую посмотреть на то, как он выглядит Ну, а выглядит он, видите сами, реально неплохо То, что слабый процессор, то, что здесь камера, скажем так, не очень, это да, это такое есть Но, что касается дизайна, смартфон действительно удачный И для тех людей, кто хочет не просто броник, а какой-то нормальный смартфон, причем удобный, напоминаю, 11,3 мм здесь толщина То, конечно же, такой смартфон подойдет Пишите, как вам этот смартфон, чего от него ждали, может, большего, может, меньшего Но я вам скажу, что сам по себе смартфон мне в целом понравился Но единственное, что камеру надо ему, конечно, доработать Да и процессор P35 за цену в 160 долларов, мне кажется, можно было что-то лучше сюда поставить Подписывайтесь на канал, всем удачи, пока